Итак, прежде чем мы начнем изучать свое наследие в Боге, которое заключено в Библии, и изучать, каким образом реализовывать его, мы обратимся к нашему неизменному месту Писания, которое является вводящим в это наследие, Луки 2, 4, 44. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». «Надлежит» – слово взято из военной лексики. «Ничто не помешает Мне выполнить все то, что написано в законе пророках и псалмах о Моем Сыне Иисусе Христе». Но чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделить со Христом наследие, данных Ему Богом обетований, заключенных в законе пророках и псалмах, мы продолжим наше исследование одного из поистине молитвенных шедевров, представленных для нас Святым Духом в 143-м псалме Давида. Не забывая при этом, что по проведению Святого Духа каждая молитвенная песня Давида – это на самом деле инструкция к определенной ситуации или же своеобразный эталон, по которому нам следует сверять свои молитвы и выстраивать свои отношения с Богом в аналогичной ситуации. Так, например, данная молитвенная песня Давида – это его ответная реакция на враждебные к нему отношения и на племенников, которые для оправдания к нему своей вражды распространяли о его нравственном облике ложь как некую правду. И как мы уже отмечали, состоит данное ходатайство из четырех частей. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели первые две части и остановились на изучении третьей. В первой части своего ходатайства Давид исповедал пред Богом, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек, то есть он сам. И на каких основаниях человек призван входить в присутствие Бога и предстоять пред Ним как ходатай. В третьей части Давид исповедал, кем являются его враги и с какой стратегией Бога ему необходимо было сработать, чтобы быть избавленным от их вероломной лжи, облеченной в правду. Давайте прочтем эти слова, 143 Псалом, с 5 по 11 стих, третья часть. Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись горы, воздымятся, блесни молнией и рассей их, пусти стрелы Твои и расстрой их, простри с высоты руку Твою, избав меня и спаси меня отвод многих от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетные, и которых деснится, деснится лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе на десятиструнной псалтире, воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего от лютого меча. Избав меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетные, и которых деснится, деснится лжи. Я хочу напомнить или сделать одну ремарку, что данная песнь, как и все вообще песни Давида, являются эталоном только для царей и священников. Они не являются вообще эталоном для любого спасенного человека, а только для тех спасенных, которые стали царями и священниками Богу. Не всякие спасенные сразу становятся священником и царем, потому что спасенный человек во Христе младенец, хотя он и рожден в семье царя и священника, однако пока он младенец, он ничем не отличается от раба, то есть хотя и господин всего, но он не может пока повелевать своими страстями, своими похотями, поэтому не может быть и светом. Это Иерусалим, тело Христова, невеста Агнца является светом для спасенных народов. Сами же спасенные народы на уровне младенцев или душевных людей не являются светом, хотя и освящаются светом тела Христова, невесты Агнца. Поэтому, исходя из плечи Христа, который является корнем и потомком Давида, на котором, кстати, как и на Христе, притыкаются и соблазняются многие предназначенные к погибели, следует, что и на племеннике, о которых здесь говорит Давид, это солома, через которую в свое время протекало жизненное помазание колосу пшеницы или же плевелы, растущие на одном поле с пшеницей. И та, и другая категория, по словам Христа, это дети дьявола, почитающие себя детьми божьими, которые ранее действительно были таковыми, но затем в силу добровольного выбора, в реализации своих плотских наклонностей, утратили свое призвание, а следовательно и свое место в теле Христовом. И таким образом сами обратили себя в нечестивых, сохраняя при этом внешнюю форму религиозного благочестия. И чтобы вскрыть и расстроить ложь, в которой и на племеннике выдают свою ложь за правду, а правду за ложь, мы решили рассмотреть соработу Давида со стратегией Бога, представленной в данной молитве в пяти составляющих. Это воспеть новую песнь Богу на десятиструнной псалтире, затем соработать со стратегией Бога так, чтобы он мог преклонить небеса и сойти в конфликт Давида с врагами, то есть также в конфликт с нами, когда враги наши выступают против нас, приписывая нам свои низменные пороки. Далее соработать со стратегией Бога так, чтобы он мог коснуться гор врагов, чтобы они воздымились. Далее так соработать с Богом, чтобы он мог блеснуть молнией и рассеять скопление врагов. И, наконец, соработать с Богом так, чтобы он мог пустить свои стрелы и расстроить замыслы и наплебенников. В определенном формате и в соответствии с миром нашей веры мы уже рассмотрели четыре составляющие и остановились на рассматривании пятой – «Пусти стрелы твои и расстрой их». А это означает, что в аналогичной ситуации, когда и наплебенники будут использовать против нас оружие, в котором они правду будут называть ложью, а ложь будут называть правдой, мы призваны будем соработать со стратегией стрел Бога так, чтобы он мог рассеять замыслы и наплебенников. В Писании в одном из имеющихся символических образов такими и наплебенниками представлен союз потомков Лота во главе Валака царя Моавицкого и Валаама сына Виорова. Михея 6,5 «Народ мой, вспомни, что замышлял Валак царь Моавицкий и что отвечал ему Валам сын Виоров и что происходило от Сетима до Голгал, чтобы познать тебе праведные действия Господни». Мы уже отметили, что стрелы Божьи в праведных действиях Господних – это пророческие слова, вложенные Святым Духом в устава Лама. И насколько нам известно из книги чисел 24 главы 2.9, где записано это пророчество, эти слова являются благословением в адрес Израиля и проклятием в адрес Валака, что, кстати, полностью соответствует эталону завета, который Бог заключил с Аврамом и его потомками. «Я благословлю благословляющих Тебя и злословящих Тебя прокляну, и благословятся в Тебе все племена земные», то есть все те племена, которые будут благословлять Тебя. Бытие 12.3. И чтобы нам сработать со стрелами Бога, представленными в учении благословения и проклятия, мы стали рассматривать характеристики, присущие стрелам Божьим, призвание стрел Божьих в отношениях человека с Богом, условия, необходимые для сработы со стрелами Бога и результаты сработы со стрелами Бога. В формате этих вопросов мы рассмотрели четыре библейских образа, в которых представлена сработа со стрелами Божьими, расстраивающая коварные замыслы лжи иноплеменников, в которой человек праведный призван творить правду, выраженную в правосудии, в предмете благословения и проклятия. Сегодня мы попытаемся рассмотреть сработу со стрелами Бога в стратегии Севера или в образе Севера. Я прочитаю книгу пророка Иеремии 59, 50 глава 9 стих. «Ибо вот я подниму и приведу на Вавилон сборище великих народов от земли Северной, и расположится против него, и он будет взят. Стрелы у них, как у искусного воина, не возвращаются даром». Вавилон, насколько нам известно, это одна из составляющих образа иноплеменников, рядящихся в служителей Бога, для низложения которого Бог посылает свои стрелы, задействуя при этом стратегию Севера. Слово, я хочу прочитать, что предшествует этому 9 стиху. Более выше давайте прочтем. Это же глава 50, только с 1 стиха. «Слово, которое изрек Господь о Вавилоне и о земле Халдеев через Иеремию пророка. Возвестите и разгласите между народами и поднимите знамя, объявите, не скрывайте, говорите. Вавилон взят, вилл постромлен, миродах сокрушен, истуканы его постромлены, идолы его сокрушены». То есть практически этого еще не произошло, но Бог повелел, чтобы между народами, то есть провозглашали, разумеется, это слово обращено к избранному Богом народу, потому что люди, относящиеся к Вавилону или вообще язычники, не понимающие, не знающие Бога, никак не будут провозглашать это пророчество. Разумеется, что это адресовано к народу Божьему, который находится среди всех племен народов и языков. То есть не скрывайте, объявите, провозглашайте, что он будет взят, что все его идолы будут сокрушены. «Ибо от севера поднялся против него народ, который сделает землю его пустынею, и никто не будет жить там от человека до скота, все двинутся и уйдут. В те дни и в то время, говорит Господь, придут сыновья Израилевы, они и сыновья Иудины вместе, будут ходить и плакать, и взыщут Господа Бога своего. Когда я начну свершать суд над Вавилоном, то народ израильский начнет массовое покаяние, они начнут искать Бога. Будут спрашивать о пути к Сиону, и обращая к нему лица, будут говорить, идите и присоединитесь к Господу союзом вечным, который не забудется. Народ мой был, как погибшие овцы. Пастыри их, совратили их с пути, разогнали их по горам, скитались они из горы на холм, забыли ложе свое, забыли свой покой, свое место. Все, которые находили их, пожирали их, и притеснители их говорили, мы не виноваты, потому что они согрешили пред Господом, преджилищем правды, и пред Господом надеждой отцов их. «Бегите из среды Вавилона и уходите из халдейской земли, и будьте, как козлы, впереди стада овец». Разумеется, под израильским народом Бог подразумевает сегодня спасенных народов или людей молитвы, потому что слово «израиль» – это смысл его означает «человек», позволяющий Богу в молитве побеждать и брать обетования, которые Бог ему завещал. Это не человек, борющийся с Богом, а человек, позволяющий Богу бороться в молитвенном борении за обетование, которое Бог обещал ранее. Мы уже не раз отмечали, что в Писании под буквальным Вавилоном того времени довольно часто подразумевался Вавилон всех времен, выраженный в сочетании человеческой мудрости с божественным откровением, который образно, с одной стороны, олицетворял сочетание сынов Божиих с дочерями человеческими или смешение божественного откровения с выбросами и наработками человеческого интеллекта, а с другой претендовал на достоинство называться вратами неба. А, следовательно, и под северными народами, призванными разрушить твердыни лжи духовного Вавилона, подразумевается никто иной, как категория святых, входящих в состав невесты Агнца, состоящей из различных народов и племен. Потому что слово «сборище» по отношению северных народов, «сборище северных народов» написано в данном пророчестве, переведенное с еврита, на еврите означает «собрание торжествующего собора», собрание торжествующих народов разных племен, что является намеком на церковь, статусе и достоинстве невесты Агнца. Стрелы же искусных воинов северных народов – это плод праведности невесты, выраженный в правосудии, которые она представляет в учении благословения и проклятия. Откровение 5, 7, 10. Я хочу подтвердить эту мысль Писанием. «И он пришел, речь идет о закланном Агнце, и взял книгу из десницы, сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полное фемиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Двадцать четыре старца и четыре животных представляют невесту Агнца, жену Агнца, сборную, то есть вот это сборище или собрание из всех народов, племен и языков, которое именно здесь сидит как судья, который производит суд. Учитывая, что по стратегии севера следует определять, насколько успешны или насколько успешно мы будем готовы сработать со стрелами Бога, чтобы расстроить замыслы на племенников, необходимо рассмотреть, какими достоинствами Писание наделяет направление севера. Что такое север? Что Писание имеет в виду под севером, под этим направлением? И какую роль призвано играть достоинство севера в отношениях человека с Богом? А также какую цену необходимо заплатить за право обладать достоинством севера, быть севером? И по каким результатам следует судить, что мы обладаем характеристиками севера? Следует учитывать, что всякий раз, когда отдельный святой человек или отдельное святое сообщество в силу невежества или какого-либо другого фактора отказывается от соработы с какой-либо стратегией Бога, которая предлагается для них писанием в определенных обетованиях или достоинствах, то таким образом данные нам полномочия мы передаем в распоряжение наших врагов, которые используют их против нас. Когда Адам отказался от своего достоинства чтить Бога тем, чтобы не вкушать от дерева познания добра и зла, сохраняющего его власть над землею, то его власть над землею, включая его самого, перешла к тому, кто обольстил его. Другими словами говоря, власть Адама над всей землею заключалась в отношении Адама к дереву познания добра и зла. Относись он правильно к древу познания добра, его власть над землей бы сохранилась, но он неправильно отнесся к этому дереву и потеряла власть, и эта власть перешла тому, кто обольстил его. Сегодня таким деревом является наше отношение к заповеди десятины приношений, выраженных в предмете денег. Через добровольные и радостные отделения от своего заработка десятины приношений мы чтим Бога и таким образом получаем власть над деньгами, которые правят миром. И напротив, удерживая десятины приношения или отдавая их в мертвые религиозные институты, а также не в соответствии установленных Богом норм, мы подпадаем под власть денег, а также демонического князя Мамоны, стоящего за ним. Ведь начертание зверя, как мы с вами не раз говорили, или клеймо, в оригинале это клеймо, человек греха и сын погибели выражается и определяется в господстве над людьми золото и серебра, выраженного в эквиваленте денег. Я напомню, однажды во время одного из своих выступлений барон Ротшильд, один из высокопоставленных руководителей секретных организаций, приводящих в жизнь новый мировой порядок, во главе которого вскоре станет человек греха и сын погибели, сказал, дайте мне контроль над валютой нацией и мне не важно, кто создает ее законы. Тот, кто контролирует денежную массу в любой стране, является господином всего ее законодательства и всей ее коммерции. И он был прав, потому что это определение действительно является незыблемой библейской истиной. Именно поэтому одни и те же образы в Писании используются как положительные и как отрицательные. А посему достоинство и власть образа Севера в Писании не является исключением и используется в Писании как в положительном прообразе, так и в отрицательном. Говоря о власти Севера, следует учитывать, что пред лицом Севера расположен Юг или власти достоинства Юга, что указывает на их прямую взаимосвязь. Поэтому говорить о власти и достоинстве Севера в отрыве от власти и достоинстве Юга означает двигаться в своем расследовании в неверном направлении. Север и Юг это две противоположные бесконечности. Если взять в расхождении, когда Север уходит туда, а Юг уходит в противоположном, это две бесконечности, сотворенные Богом и наполненные глубочайшим и неследимым для человеческого разума смыслом радости. Псалом 88, 13 Север и Юг ты сотворил, Фавор и Ермон о имени твоем радуются. Обратим внимание, что Север и Юг были сотворены Богом как-то отдельным образом от земли, потому что это направление это не земля, но какое-то влияние имеют на землю. Мы имеем в виду не буквальные Север и Юг, которые тоже влияют на землю, но здесь говорится о нечто другом, потому что приводится Север и Юг ты сотворил, а Фавор и Ермон это прообразы Севера и Юга эти две горы о имени твоем радуются. То есть Север и Юг о имени твоем радуются. Дело в том, что гора Фавор находится в северной части Израильской долины, в которой Израиль дважды под руководством Варака, а затем под руководством Гедеона одержал блестящую победу над своими врагами, которые превосходили его во множестве, которая также называется Армагеддонской долиной из-за так называемой Мегеддонских вод, протекающих по этой долине. Именно там должна произойти на этой горе Фавор север, которая отображает последняя битва войск человека греха и сына погибели с Сыном Божиим, который возвратится назад. Когда он восхитит свою церковь, через небольшой промежуток времени он возвратится назад уже с ней и встретится в тот момент, когда войско Соединенной или Объединенной Европы окружат Израиль, в частности Иерусалим, для того, чтобы стереть его с лица земли. И в это время появится на небесах Сын Человеческий в сопровождении своей невесты. Из уст его будет исходить огонь и уничтожить войско Антихриста. То есть это произойдет именно там. Север будет каким-то образом играть эту роль. Это Северная гора. Это гора, Фавор, которая представляет Север. В свое время Христос там преобразился и просиял славою пред учениками своими настолько, что они лишились возможности адекватно рассуждать и говорить. Потому что там написано «Давай построим трекущий тебе, дну Моисею и Ильи». Написано «Они не знали, что говорили». То есть когда человек теряется, он неправильно, он неадекватно говорит, неадекватно рассуждает. «И где не услышали глаз Небесного Отца, сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, его слушайте». Обратите внимание, это все Писание связывает с Севером, с ценностями Севера. А вот гора Ермон является южным отрогом Хребта Антеливана, ее называют Горой Изгнания или Гора Освященная Изгнанием. Это Юг, она отождествляет Юг. Что значит, почему называется она Горой Изгнания или Гора, ставшая святой посредством того, что произошло какое-то изгнание на этой горе. Дело в том, что мы призваны нечто изгонять из своей. Вот, допустим, Бог сказал Авраму, «Изгони рабу и сына ее». Не наследует сын рабыни сыном твоим Исааком. Изгони его, послушайся слов Сары. Это мое повеление. То есть, кого мы призваны изгонять? Мы призваны изгонять не только иноплеменников, но мы призваны изгонять тех, кто не наследует землю. То есть, практически, они спасенные, но не наследуют землю. Ведь Бог сказал об Измаиле, я услышал тебя, он будет спасен, его племена, его люди будут спасены, это твои потомки, но они не наследуют землю. Это говорит о чем-то. То есть, это также показывает или намекает на то, что существуют люди, относящиеся к невесте, к Царству Небесному, которые являются светом, и существуют люди спасенные, которые не являются светом, но ходят во свете этого лица Иерусалима. Откровение 3, 15, 16. Здесь показывается север и юг, значение севера и юга. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Мы уже с вами говорили, холоден – это мертвые для греха. Север, стужа, показывает мертвость для греха, умер для греха. Юг, живой, для Бога, для праведности. Но так как ты ни холоден и ни горяч, нет у тебя достоинств ни севера, ни юга, они вместе сработают. Я извергну тебя из уст моих. Я хочу, чтобы мы смотрели на север и мы будем рассматривать его как нечто духовное. Потому что существует измерение физическое в физическом мире, но существует измерение в духовном положении. И нам не важно сейчас, что происходит в физическом мире, хотя это прообраз, но мы рассматриваем духовное состояние, достоинство, власть севера. Что такое север? Север это также покрывало земли и дыхание, которое Бог вдохнул во вселенную. Север это дыхание Бога, которое дыхает во вселенную. Это орудие Бога, которым Бог благоустраивал землю, когда она была еще не устроенная. Иова 26, 7. Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем. Распростер север, покрыл землю. Он покрыл землю, земля была неустроенной. Он распростер. Вначале мы видим, Он сотворил его, этот север. А теперь Он этим севером покрыл землю, когда она была неустроенной. для того, чтобы устроить ее. Давайте прочтем такое место Бытие 1.1.5. Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна, в оригинале неустроенная и пуста. Она была неустроенная, она была в состоянии воды. Бог отделил, но это была вода еще. И тьма над бездною и Дух Божий носился над водою. То есть Бог создал все из воды и водою. Все планеты, которые мы видим, и которые ученые улавливают в телескопы, это результат воды. Они все были созданы из воды. Поэтому если ученые обнаруживают на какой-то планете воду, это не означает, что там есть жизнь. Сами же ученые знают, что есть вода живая и есть вода мертвая. Через север Бог вдохнул жизнь в минеральную жизнь. И минералы стали живыми, они стали расти и стали питать растительную жизнь. Растительная жизнь стала питать животное и животное душевную и так далее. Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидной, пустая тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. Обратите внимание, покрывал воду. Каким-то образом Дух Божий проявляет свойства севера, покрывает воду. Север тоже покрывает. Бог распростер север над пустотою. Дух Святой был распростерт крыльями своими. То есть в духовном смысле образно Дух Святой предстает как личность функции севера, покрывает землю. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и увидел Бог свет, что Он хороший, отделил Бог света тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, прибыло утро, день один. Север. Здесь говорится о том, что север, Бог покрыл севером или воскрыли Святого Духа, прообразно севером землю, и обустроил ее, и вдохнул в нее свет, какое-то сияние. Мы постепенно рассматривая с разных сторон достоинства Севера, увидим нечто в нем. По Писанию север и юг это также место во святилище, где сходятся между собою две бесконечные противоположности золотой стол хлебопредложений и золотой светильник. Исход 26-35 и 40-22 и постав стол вне завесы и светильник против стола на стороне скиний к югу. Стол же постав на северной стороне и поставил стол в скиний и собрание на северной стороне скиний вне завесы. Обратите внимание, стол золотой стоит на северной стороне, представляет бесконечность севера, но они здесь сходятся, они не расходятся друг от друга, а сходятся между собою. юг светит на север. Север тоже имеет свое сияние, независимо от юга. В Писании много говорится о том, что свет севера не связан с севером юга, он имеет свое собственное сияние. Существует северное сияние, которое никоим образом не связано ни со светом солнца, ни со светом луны, ни со звездами. И это знают все ученые. И это для них до сих пор является загадкой тайной. И когда появляется северное сияние, ученые, которые там находятся, и люди испытывают сверхъестественный ужас. И они не могут это объяснить. И никогда ученым запрещалось, чтобы такая информация печаталась. Я встречался с учеными, которые изучают северное сияние. Там происходят действительно удивительные вещи во время этого. Однажды все-таки им разрешили напечатать, и в одном из журналов была напечатана статья. Старший сотрудник сидел за приборами, которые измеряют силу северного сияния. Самая сильная радиостанция в мире фиксируется там каким-то положением, там, но вдруг все положения, приборы все зашкалили, что пришел сильный свет. Свет превосходящий солнечное сияние, и они вынуждены были отключить приборы, потому что они вышли бы из строя. Приборы фиксировали солнечное сияние приблизительно на 8, а прибор был рассчитан на 120, то есть еще большая сила, но вдруг стрелки зашкалили, мы выскочили, было темно, ничего не было, а приборы показывали присутствие сильного света. Вдруг говорит, электричество было отключено, все волны, радиоволны потихли, то есть невозможно было ничего поймать, эфир молчал, все радиоволны затихли. Мы выскочили снова на улицу и увидели северное сияние. Оно, говорит, было, оно внушало какой-то ужас и восхищение, и вдруг из северного сияния, из этих лучей стало слагаться лицо, громадное большое лицо в небе, оно, говорит, было такое родное, до боли знакомое и в то же время незнакомое, оно что-то говорило, это лицо что-то говорило, и мы услышали, что речь идет через приемник, то есть только одна волна осталась, которая говорила через радиоволны, это то, что говорило это лицо сотканное северное сияние. Мы заскочили снова говорить сюда и услышали последние слова до скорой встречи, и все погасло, опять включились все волны, зашумел эфир, и стрелка прибора снова возвратилась в положение, они снова включили прибор. Они написали, это письмо было старшему научному сотруднику сюда уже в Академию наук, чтобы объяснить, что это за такое, и вот его каким-то образом пропустили на то время в печати, ответа не было, просто было письмо, было очень много писем, видимо, я полагаю, что же могут об этом сказать. И однажды я чисто случайно, возможно, не случайно встретился с этими работниками, изучающими северное сияние. я ехал из Батуми, где я жил, в Москву, и в купе со мной попались две женщины. Мы познакомились, и они сказали, что они являются младшими научными сотрудниками на полярной станции и изучают северное сияние. Я заговорил с ними о вечности, о сверхъестественном, о Христе, и одна из них мне рассказала такую историю, я уже вам рассказывал. Очень интересная история. Она говорит, моя мама является старшим сотрудником. Однажды произошло такое, то есть я приехала, была здесь в Батуми, им дают возможность отдыхать в любом южном городе, и она выбирает Батуми. Она отдыхала, там была гостиница интурист, она там отдыхала. Моя мама оставалась там, она старший научный сотрудник на полярной станции. Говорит, вдруг, я, говорит, уже приготовилась ложиться спать, переоделась, одела ночную рубашку, дверь была закрыта в номер, и вдруг дверь открывается. Я, говорит, удивилась, думаю, как, я же ее закрыла, но дверь открывается, и заходит моя мать. Я удивилась, говорю, мама, как вы сюда попали? Откуда у вас ключ? Вы что, прилетели? Я думала, что она сделала мне сюрприз, и тоже прилетела из полярной станции сюда. Она, ничего не говоря, лицо было очень строгое, прошла, подошла ко мне, посмотрела, повернулась и пошла. Я побежала за ней, думаю, она сняла тоже номер. Она действительно прошла по коридору и открыла дверь в соседний номер, и я зашла за ней. Удивительно было, что в номере не было ни мебели, ни постели, ничего, номер был пустой. Посреди комнаты был люк и лестница туда, и она стала быстро опускаться. Я ей крикнула, мама, ты куда, когда она уже туда? Она посмотрела на меня, глаза были страшные, в ужасе, она крикнула, не ходи за мной, вернись назад. И когда она это крикнула, я вздрогнула от ужаса и увидела, что я сижу на кровати. Я, говорит, не поняла, я же выходила, она была, я подошла, потрогала дверь, была закрыта. Я посмотрела на часы, было 6 часов вечера. Она, я, говорит, устала, прилетела и рано хотела лечь спать. И это вот такое событие, она, говорит, произошло. А через 2 часа пришел звонок с полярной станции. Твоя мать умерла. Я спросила, когда? В 6 часов. Она мне спрашивает, что это было? Ровно в 6 часов я видела мою мать у себя и она мне говорила, не ходи за мной, вернись назад. Я говорю, какой была ваша мама? Она, говорит, была доброй. Я говорю, какие у нее отношения с Богом были? Никаких. Какие могут быть отношения с Богом у старшего научного сотрудника? Я говорю, но все-таки какие это могут быть? Так вот, несмотря на то, что ваша мама была доброй, она пошла в ад, в бездну. Каким-то образом Бог вас любит, хочет спасти вас. Он вам показал. Ваша мама сказала вам. Она любила вас. И она успела передать вам весточку. Не ходи за мной, вернись назад. И Бог показал вам ее, куда она пошла и что ее последняя воля, чтобы вы не шли путем вот этих коммунистов, атеистов в ад. Она плакала. Рядом сидела ее подруга, научный сотрудник, плачет, тоже плакала. Сидел капитан, военный человек, который тоже стал себя вести, вытащил крест. Друг говорит, вот у меня есть крест. Я, несмотря на то, что коммунист, но я всегда перекрещусь, когда ложусь спать. Тайно. Оказалось, что все люди, окружающие меня, тайно как-то верили в Бога, Которого не знали. Я стал им рассказывать, кто такой Господь. И там же принял покаяние. Они покаялись. Я им сказал, где они могут найти верующих и как они могут найти, чтобы общаться. То есть северное сияние каким-то образом показывает, что у него есть свое сияние у смерти Господа. Или вот этот золотой стол, на котором были хлебы предложения, представляющие смерть Господа Иисуса. Это великая слава, о которой будем петь всю вечность. Поют новую песню, написанную. И что это новую песню? Ты искупил нас Богу. Из всякого колена на языка народа и пленни. Что за новое? По-моему, все люди знают, что Христос умер за нас. Однако ничего они не знают. Пока Бог не откроет какую-то тайну, что это такое, что-то новое. И это достоинство севера. Интересно, что север и юг имеют такие удивительные названия. Сейчас прочитают, но местописание вы поймете, какие они названия имеют. Псалом 84, 11. Милость и истина встретятся. Старославянское слово встретятся. Правда и мир облабзаются. Как вы думаете, что здесь север? Север – это милость, а истина – это свет, юг. И вот эти две бесконечности, север и юг, встречаются между собой во святилище, они поставлены рядом. Они не уходят друг от друга в бесконечность, а из бесконечности. Каждая из них – смысл бесконечности. Понять разумом невозможно, что такое свет и что такое милость. Свет – есть истина. И что такое милость? Это бесконечность. Человеческий разум не схватывает ее. Но они встречаются. Милость и истина встретятся. Правда и мир облабзаются. Здесь под миром имеется в виду, разумеется, север, потому что через смерть Господа мы имеем мир с Богом. А правда, справедливость его, свет, который является судом для всего, суд твой, как восходящий свет, то под правдой, под праведностью имеется в виду юг. Облабзаются. Каким образом суд облабзается? Потому что он удовлетворен. Суд удовлетворен. Вот золотой стол хлебопредложений. И мы увидим, что действительно это так. Апсалон 24, 10 подтверждает эту мысль. Все пути Господни милости и истина к хранящим завет его и откровение его. Вот если значит, мы храним завет его и откровение его, то мы увидим эти две бесконечности, которые в нас будут встречаться. Все пути Господни будут милость и истина. Они придут к этой встрече. Псалом 88, 15. Правосудие и правота основания престола твоего. Это юг. Милость и истина предходят пред лицом твоим. Посмотрите, север и юг милость и истина находятся пред лицом твоим, несмотря на то, что основанием является правосудие. Еще одно местописание, притчи 3, 3. Милость и истина да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижале сердца твоего. Бог призывает, чтобы его сыновья, его дочери, его дети обвязали шею и на скрижале сердца написали достоинство севера и юга, милость и истина. В книге притчей отец обращается к своему сыну, царь обращается к царевичу, который будет царем и сядет на его место или вместе с ним. Притчи 20, 28. Милость и истина охраняют царя. Милостью он поддерживает престол свой. Достоинством севера мы можем поддержать власть царя над собою и над тем, что находится под нашей ответственностью. Как цари и священники, мы призваны царствовать только над тем, что принадлежит нам по праву, над своим призванием. ни в коем случае не нарушать удела другого. Милость и истина. То есть, не может быть отдельно милость без истины. Милость и истина. Север и юг. Милость, север, истина, юг. Да охраняют царя. Теперь давайте пройдем дальше, чтобы нам понять достоинства севера. Север – это атмосфера славы, по Писанию, в которой пребывает Бог и великолепное деяние, которым Он покрывается. Бог покрывает Себя милостью, когда встречается со Своим народом. Он будет покрыт Севером. Иова 37, 19, 22. «Научи нас, что сказать Ему. Мы в этой тьме ничего не можем сообразить. Будет ли возвещено Ему, что Я говорю? Сказал ли кто, что сказанное доносится Ему? Теперь не видно яркого света в облаках, но пронесется ветер и расчистит их. Светлая погода приходит от севера». Обратите внимание, светлая погода приходит от севера и окрест Бога, то есть окружение Бога, страшное великолепие. Когда я посмотрел, светлое, оно означает золото, слава, власть, искупление, милость. Бог облачается в милость. Иезекииле 1,4, «И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь и сияние вокруг него». Обратите внимание, сияние севера, клубящийся огонь, Бог окружил себя. Это не для мира он шел, это он шел к своему пророку, на встречу со своим пророком, чтобы поговорить с ним, потому что, если бы он наблегся в достоинство юга, он бы уничтожил, спалил бы, но он облегся в достоинство севера, милость, потому что, если бы была просто истинная правосудие, без милости, оно бы нас уничтожило. Но он написано, «Великая слава, великое облако». Псалом 103,1 говорит, «Благослови душа моя Господа, Господи Боже мой, Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием». Под славою и величием здесь имеется в виду Божья милость, или север. Далее, мы рассматриваем север со всех сторон, то есть то, что представляет нам Писание. Север – это место на горе Сионе, на котором воздвигнут город великого царя в лице жены невесты Агнца или Вышнего Иерусалима. Псалом 47,3. «Прекрасная возвышенность, радость всей земли гора Сион, на северной стороне ее город великого царя». Обратите внимание, здесь говорится о радости, которая не имеет аналогов в этом мире, потому что в этом мире радость – это приподнятое настроение, удовлетворение каких-то желаний, праздник. А в Писании радость, как плод духа – это отношение к злу и к добру. Вот это и есть радость. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему и помазал тебя Божий Бог твой и елеем радости боли всех соучастников твоих». То есть плод радости – это ненависть к беззаконию и любовь к праведности. Теперь здесь говорится это радость всей земли, прекрасная возвышенность Сион, радость всей земли, потому что север – это милосердие, это милость Бога, которая обращена только к кающимся, только к признающим себя грешникам и кающимся, притом кающимся на условиях Бога, а не на своих собственных. О! А зачем нам нужны условия Бога? Мы выдернем то, что нам выгодно, если исповедуют грехи наши, то есть кто исповедует? Если мы исповедуем грехи наши, пишет Иоанн в 1-м послании 5-й главой, то Он, Бог, будучи верен и праведен, простит нас и очистит нас от всякой неправды. О, как прекрасно! Нам не нужен никто, мы просто идем к Богу и исповедуем грехи наши. Однако этот же Иоанн пишет, Иисус приходит к ученикам Своим, пишет Иоанн к апостолам, и написано, говорит им уже во второй раз. То есть это место Писания пишется один раз, но Христос говорил его дважды, во второй раз. Сказал им, мир вам при закрытых дверях, «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Петру он сказал, что ты свяжешь на земле, то будет связано на небесах. Что разрешишь на земле, будет разрешено на небесах. Ниже в другой главе он уже обратился ко всем ученикам и сказал, что вы свяжете на земле, то будет связано на небесах. Что разрешите на земле, будет разрешено на небесах. Вот только теперь, когда мы имеем несколько мест Писания, и еще можно присовокупить место Писания, апостол Павел пишет. «Все обетования Божьи во Христе, да и аминь, в славу Божию через нас». То есть любое обетование Бога, включая прощение грехов, человек не может получить напрямую от Бога, минуя тех, кого Бог послал. Через. Есть север. Если мы проигнорируем этот север, у нас ничего не будет. Север – это нечто такое, из-за чего пал сатана. Потому что север существовал в духовном измерении. Когда Бог сотворил север, это Он уже сотворил его здесь. Но ведь Бог творил видимый мир по образцу невидимого мира. Это говорит, что в невидимом мире, где когда-то был Херувим осеняющий, еще не будучи сатаной, он видел значение севера. И это его настолько поразило, и увлекло, что он захотел обладать севером. Посмотрите, я прочитаю еще одно местописание, а потом другое. За Иерусалим, прекрасная возвышенность гора Сион, на стороне ее город Великого Царя, на северной стороне. Откровение 21, 9, 10. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, «Пойди, я покажу тебе жену-невесту Агнца, и вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога». Это город Великого Царя, светильник его Агнец, этого Иерусалима. А теперь давайте прочтем Исайя 14, 12, 5. Что, почему дьявол пал? То есть, почему Херувим пал и стал дьяволом? «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился от земли, попиравший народы, а говорил в сердце своем, «Взойду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонми богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад в глубины преисподней». Это говорит о том, что север является престолом Бога. «Сяду на краю севера и буду подобен Богу Всевышнему». То есть, сегодня престолом Бога, обычно, когда царь сидит, престол представляет, кто такой Бог. Церковь Иисуса Христа – это есть север, невеста Агнца. Она его представляет. Это его Божий престол. Точно как, допустим, мы видим любых царей, и по его трону можно судить о нем, кто он такой. У Соломона был такой трон, которого не было никогда и доселе нет. По своей глубине, не потому можно с богатства, можно из изумрудов сделать трон, но суть не в этом была. У него был трон из слоновой кости, а потом эта слоновая кость была спрятана, ее не видно было, был обложен золотом. Двенадцать ступеней вело к престолу. Двенадцать львов, подлокотники, два льва стояли пред престолом. Там символ был царской власти, символ божественного порядка. Двенадцать – это символ. Из двенадцати камней состоял жертвенник Господний. Двенадцать апостолов первоначальных, то есть это всего лишь формат двенадцать. Это не значит, что апостолов двенадцать. Но Бог вначале избрал двенадцать, чтобы показать формат своего порядка, своего учения. Поэтому нам становится ясным, что север – это престол Божий. Далее с север и юг – это место двух ветров, призванных участвовать в распространении благоухания Христова. Песни-песни 4.16. «Поднимись ветер с севера и принесись с юга. Повей на сад мой, и польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой, вкушает сладкие плоды его». То есть только тогда, когда две бесконечности встречаются, как золотой стол хлебопредложений и золотой светильник, только тогда начинается в нас распространяться благоухание Христова, когда у нас есть милость и истина, когда они встречаются, когда они облабзаются. «Поднимись ветер с севера и принесись с юга». То есть эти два ветра должны встретиться в нас. Два дыхания Божьи. Для того, чтобы... То есть эти два дыхания здесь символизируют, как мы знаем, всегда, когда представляется два... Разумеется, есть значение Востока и Запада, но мы сейчас говорим о противоположностях, когда они встречаются между собою. Слово Божие и Святой Дух. И тогда Слово Божие обретают силу при движении Святого Духа, при встрече со Святым Духом. И поэтому только тогда мы можем распространять это благоухание. Мы являемся тем садом, когда есть достоинства севера и юга в нас, и они встречаются. Мы способны быть благоуханием. Давайте прочтем такое место в Писании 2 Коринфянам 2, 14, 17. Здесь не говорится, что это север, но говорится в песне-песне, что это северный ветер дает возможность быть благоуханием, чтобы наш сад благоухал. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, пред Богом во Христе. Вот посмотрите, значит, благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте. Когда это благоухание Бог распространяет? Посредством ветров, когда они в нас встречаются, когда мы познаем, что такое милость и что такое истина, что такое север и что такое юг. Далее, согласно Писанию, север – это место и атмосфера воздвижения Христа, рождение и воздвижение, а также рождение благой вести, а также воздвижение всех последующих посланников Бога. Для того, чтобы человека послать на какое-то дело, Бог будет посылать тебя только с позиции севера, только через церковь. Несмотря на то, что апостол Павел имел призвание, он сидел и ждал, пока заговорит север. И тогда Бог после 10 лет пребывания в антихийской церкви заговорил Духом Святым не к Павлу, а к северу. Отделите мне варнаву и савлу для служения, которое я приготовил для них. И тогда север встал, объявил трехдневный пост, возложили руки с постом и молитвою, отпустили этих пророков и учителей, которые обладали достоинством пророков и учителей, и после этого они стали обладать достоинством апостолов, посланников. Это очень важно, чтобы мы поняли. Давайте прочтем это местописание Исаии 41, 24, 27, чтобы подтвердить эту мысль. «Но вы ничто и дело ваше ничтожно, мерзость тот, кто избирает вас». Речь идет, когда люди сами выбирают себе начальников, сами выбирают себе пасторов, сами себе выбирают отцов. Здесь говорится, «Вы ничто и дело ваше, ничто и мерзость тот, кто избирает вас». «Я воздвиг его от севера, и он придет от восхода солнца, будет призывать имя мое и попирать владык, как грязь, и топтать, как горшечень, глину». Кто возвестил об этом изначало, чтобы нам знать и задолго перед тем, чтобы нам можно было сказать правда? Но никто не сказал, никто не возвестил, никто не слыхал слов ваших. «Я первый сказал Сиону, вот оно, и дал Иерусалиму благовестника». Откуда Бог дает благовестников, посланников? «Я воздвиг его от севера». Как Христос, так и последующие посланники Бога, они воздвигаются от севера. Это милость Божия, дары большие. Ревнуйте о дарах больших, я покажу вам путь еще превосходнейший. Псалон 109, 3. «В день силы Твоей, народ Твой готов во благолепие святыни, из чрева прежде деницы, подобно росе рождение Твое». То есть, здесь говорится о Христе, что Он находился в недрах Отца. Но вы знаете, что Писание говорит, что мы тоже находились в этих недрах, что когда еще не было, прежде создания мира, Бог уже предназначил, предопределил быть нам в Нем, во Христе. в начале, как Слово Божие говорит, была информация, была программа Божия в Его мыслях. Эти мысли, эта информация являлась Богом, потому что Его Слово является Богом. Это одно из Его самых главных имен, которые Он поставил выше всего и поставил себя в зависимость. Без этого слова, без этого программы ничто не могло быть, что начало быть. И эта программа была свет. И в этом свете была жизнь для человеков. Этот свет мог светить во тьме, и тьма не могла победить, его объять. То есть, речь шла о Христе, а также, как о свете, а также о тех, которым Христос сказал, вы свет мира. Вы свет мира. Повторяю, когда это просто так ко всем. Вы свет. Вот, сегодня покаялся и вы свет. Какой же свет? Если среди вас вражды и распри, если вы не можете сносить друг друга, если вы не можете признавать никого над собою, если у вас ваша голова, ваш апостол, ваш пророк и вас учитель, у вас свое собственное мнение, как ваш Бог, вы поклоняетесь самому себе. Какой свет? Свет – это Божий порядок. И поэтому здесь говорится о таком свете, о Христе, который, то есть, как север, который находился в нем, и мы находились в нем. Иоанна 1, 18. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре отчим, он явил. Мы тоже призваны являть Бога, но для этого надо выйти из этих недр, из этого севера. Недр – милость Божия. Послание – это всегда Божья милость, это север. Согласно Писанию, север – это место откровения судов Божиих, выраженных в бедствиях для всех обитателей земли. Это не только милость. Именно милость себя проявляет в бедствиях для тех, кто не принимает ее. Этот же север обращается в гнев. для одних он является милостью, для других нет. Вот как мы говорили, для одних мы запах смертоносный, обратите внимание, а для других живительный. Иеремии 1, 13-14 «И было слово Господника мне в другой раз. Что ты видишь? Я сказал, вижу поддуваемый ветром кипящий котел и лицо его со стороны севера. И сказал мне Господь, от севера откроется бедствие на всех обитателей всей земли». Обратите внимание, это не значит, что на всех, включая его избранный народ. Иезекииля 9, 2, 6 четко подчеркивает, что это не для всех. И вот шесть человек идут от верхних ворот. Шесть, число человеческое. Это говорит о том, что они идут для того, чтобы что-то производить среди людей. От верхних ворот обращенных к северу. И у каждого в руке губительное орудие его. И между ними один одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор писца. И пришли и стали подли медного моря. Вы знаете, что медное море это место, где люди сами судят себя на основании Слова Божьего. Если они слышат слово, что это грех, они говорят, это грех, я принимаю. Они судят себя, они признают. Это покаяние, это признание, это медное море, где священник омывается, прежде чем пойти. Он должен признать по Слову Божьему, что в нем не так. И как только он признает, сразу все становится так. Достаточно только признать. «И слава Бога Израилева сошла с Херувима». Помните, мы говорили о славе Божьей, она шла от севера, это слава Божья, или Бог одевается в этот север, на котором была к порогу дома. «И призвал он человека одетого в льняную одежду». Вы знаете, что лен всегда является символом смерти, символом воскресения. Для того, чтобы льняную одежду сделать из льна, нужно, чтобы семя льна умерла, а потом в тростнике дала новую жизнь, а потом из этого тростника будет льняная одежда. Это присутствие в одежде смерти и воскресения. Воскресение это свет жизни. То есть, там должна быть милость и истина. Льняная одежда. «У которого при поясе прибор певца и сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима». Вначале Бог начинает очищать церковь, в свое время начаться суду с Дома Божьего. Бог придет в молитвенные дома и уже пришел и начал вести свою работу. Какую? «И на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него». Помните, мы читали «мерзость, кто избирает вас». Вот когда люди голосуют, когда сами избирают, когда сами себе ставят, это есть мерзость. Одна из мерзостей, их много. Просто чтобы понять, здесь говорится воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак на челах этих людей. А тем шести человекам сказал слух мой «Идите за ним, за этим человеком, который делает, после того, когда он делает знак по городу, и поражайте, пусть не жалеет о Каваше, и не щадите, старика, юношу, и девицу, и младенца, и жен, бейте до смерти. Но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища моего, и начали не с тех старейшин, которые были преддомом». Дух Святой говорит «Я очищу мой народ перед тем, как я буду его забирать. Я очищу его, я приведу в страх». Когда церковь была создана, написано «Был страх на всякой плоти величали все имя Господа Иисуса». Никто не смел сказать, что Иисус это просто человек, и это так бы не прошло. Сегодня богословы орут, что Христос просто человек, Он не Бог, что мы такими же человеками можем быть. Мы прочитали «Рожденный прежде всякой твари, подобно рассе рождение твое, без которого ничто не начало быть, что начало быть». То есть «Север» это место откровения судов Божиих, выраженных в бедствиях для тех обитателей земли, которые не каются, которые имеют мерзость в сердце своем, идолов. Далее «Север» это место, на котором Бог являет свою святость и место, на котором успокаивается Дух Божий. Захарий 6,6,8 «Бороны и кони там выходят к стране Северной, и белые идут за ними, а пеги идут в стране Полудиной к югу. Тогда позвал он меня и сказал мне так «Смотри, вышедшие в землю Северную успокоили дух мой на земле Северной». Когда Господь успокаивается, в какой земле? Северной милость, когда мы начинаем тоже являть милость, блажены милостивые, ибо они помилованы будут. Хотите обладать достоинством Севера, учитесь миловать кающихся. Ни в коем случае берегитесь миловать людей, которые не каются. Берегитесь. Бог милует только кающихся. Бог являет гнев для тех, кто не кается. Написано «Не жалейте, не щадите, проклят, кто удерживает меч его от крови, а иначе все это придет на нас. Мы должны миловать кающихся. Если человек говорит «Простите, я каюсь», вы должны видеть, если он кается, он будет возмещать нанесенный ущерб. Бог говорит «Эти кони или вот эти вороные кони, черные кони, черный это цвет святости. Белый это символ чистоты. Овцы чистые, но чтобы стать святой, она должна пойти на смерть, на жертвенник, должна быть отделена на жертву. Не все овцы отделяются на жертву, поэтому не все овцы святые. Чистые все, при условии, что они не больные, если они больные, то они нечистые. Если там что-то у них есть, говорится, какие овцы чистые, какие нечистые, но когда речь идет о святости, то овца должна быть отделена и посвящена на смерть, на жертву, тогда она становится святой, отделение, и тогда Бог успокаивается вот в этой святости, когда люди посвящают себя. Представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. Исаии 66, 1-2 Так говорит Господь, небо престол мой, а земля подножия ног моих. Где же построите вы дом для меня? И где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь, а вот на кого я презрю насмиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим. Речь идет о том, где же Бог найдет себе успокоение, в какой земле, в каком доме, то есть это дом, мы знаем, что мы земля, мы дом, то есть если у нас будет достоинство севера, то Господь найдет успокоение, вы успокоите его дух, потому что вы будете миловать так, как милует он, и вы будете проявлять свой гнев там, где проявляет он, но не свой гнев, а Божий гнев. Далее север по Писанию это одно из имен избранного Богом народа и одно из мест, на котором Бог являет народу своему милость. Иеремий 3,12 Иди и провозгласи слова сии к северу и скажи возвратись отступница дочь Израилева говорит Господь. То есть Бог называет Израиля те, которые когда-то позволяли ему бороться с собой, но потом отступили от него в каких-то пойди к ним скажи этому Северу у него было имя Север и пока у него есть возможность возвратиться. То есть пока у человека падшего есть возможность возвратиться мы не имеем ввиду мирского человека а верующего который пал и у него внутри есть страдания и мучения и желание покаяться возвратиться он все еще не потерял имя Севера пойди скажи Северу возвратись я не залью на вас гнева моего ибо я милостив говорит Господь не вечно буду негодовать далее согласно Писанию Север это место жертвы все сожжения или место вознесения молитвы которая может входить в пределы неприступного света Левитам 1 10 13 если жертва все сожжения его из мелкого скота из овец или из коз пусть принесет ее мужского пола без порога и заколит ее пред Господом на северной стороне жертвенника это все сожжения жертвы благоухания приятное Богу обратите внимание северная сторона если жертва будет заколота там скажи чтобы оттуда то есть наша молитва должна возноситься с позиции севера мы должны возносить ее с позиции милости если мы приходим к Богу и мы не можем миловать не можем прощать приходим с обидами мы не приходим с позиции севера солнце да не зайдет во гневе вашем прежде чем встать на колени взять достоинство севера а вы есть север Бог называет вас севером и меня независимо от наших падений отступлений он говорит северу обратись к северу и скажи возвратись если ты покаешься я буду опять с тобою вот как говорится о христе евреям 10 14 23 ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых потому что он на северной стороне он милостью обладал умирая он сказал прости им они не знают что делают он не молился всех а только тех кто не знает что делает но первосвященники книжники народные не знали что он делает что они делают и о них он ранее сказал можете прочитать 16-19 глава матфея он там изрек две главы это абсолютное проклятие в адрес книжников фарисеев и он сказал горе вам книжники и фарисеи пророк исайя также говорил и он привел что да не будет вам покаяния достанет сатана одесной вас достоинство ваше допримет другой они понимали что причин их он говорил они хотели его убить они знали что он сын божий это наследник убьем и наследие будет наше они убедили народ и народ поверил их лжи и вот те кто поверили лжи он о них молился прости им они не знают что делают это было место милости это был север о всем свидетельствует нам и дух святой ибо сказано вот завет который завещаем после тех дней говорит господь вложу законы мои в сердца их и в мыслях и их напишу их и грехов их и беззаконие их не вспомину более то есть при условии если мы соблюдаем вот эти принципы севера тогда наши грехи и беззаконие не будут вспоминаемы а где прощение грехов там не нужно приношение за них и так братья имея дерзновение входить в освятилище посредством крови Иисуса Христа путем новым живым когда мы входим в освятилище мы попадаем между светильником и столом между севером и югом и туда вносится кровь который он вновь открыл нам через завесу то есть плоть и входим мы через смерть Христа через север вот оно тело его вот он хлеб который он вновь нам открыл через завесу то есть плоть свою и имея великого священника над домом Божиим да приступаем с искренним сердцем с полною верою кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою будем держаться исповедание упование неуклонно ибо верен обещавший на сегодня я хочу закончить это слово мы сейчас будем молиться помолимся вкратце хотя у нас будет потом молитва два часа с десяти до двенадцати но сейчас мы поблагодарим Бога за север за достоинство севера за то что каждый из нас имеет это имя и несмотря возможно на свои ошибки поползновения мы можем возвратиться мы слышали как Господь обращается к северу если кто-то шел если кто упал отступил возвратись я хочу миловать аминь будем молиться дорогой небесный отец мы благодарим Тебя за слово Твое которое Ты сегодня дал нам за Твою милость за достоинство и величие севера Твоего этого великого сияния в которое Ты облачаешься благодарим Тебя что Ты облегся в север чтобы говорить с нами что Ты просиял светом Своим Ты покрыл нас собою как когда-то Ты севером покрыл землю которая была еще не устроена для того чтобы устроить ее только милость Твоя может восставить нас и устроить нас помилуй нас будем помилованы и возрастем в полную меру возраста Сына Твоего только благодаря Твоей милости мы можем возрастать мы можем возвращаться назад мы можем каяться мы можем забирать свои скверные слова назад мы можем осознавать свои поступки Да будет благословен Север Твой для детей Твоих, да будут благословены дети Твои, обладающие достоинством Севера. Благодарим Тебя за них, да будут благословены чадо Твои во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Возвратись к тьмам и к тысячам Твоим, помилуй нас и будем помилованы. Слава Твоему великолепному имени, слава! Благословен Ты, благословена милость Твоя от века и до века. Да встретится милость Твоя с истинною Твоею в наших сердцах, чтобы мы могли встать и занять позицию Твою, чтобы могли возвратиться к призванию своему, чтобы могли возвратиться на то место, на котором Ты хотел бы нас видеть. Слава Тебе! Благодарим Тебя! Мы ожидаем милости Твоей и не удерживаем меча Твоего. Да обратится меч Твой против нечестивых иноплеменников, которые говорят суетное и которых деснится-деснится лжи, которые приписывают свои пороки праведным. Да будут помилованы праведники Твои, и да будут осуждены нечестивые в преисподнюю по слову Твоему. Да утолишь Ты ярость и гнев Твой в суде Твоем. И да успокоится дух Твой в милости Твоей к народу Твоему. Возврати наследие Твое домой. Вырви его и спасти тех, которые рассеяли его по всем горам и холмам. Да возвратятся дети Твоей домой. Ибо дом Твой домом молитвы наречется. Домом, где Твои дети будут встречаться с Тобою. Ты будешь говорить к ним, и они будут отвечать Тебе. Ибо они приходят в Твой дом, чтобы послушать, что Ты им скажешь. Позволь нам призывать имя Твое. Позволь нам поклоняться пред Тобою. Да не отступит милость Твоя. Да исполнишь Ты все Твои благие обетования для народа Твоего. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, Да святится имя Твое. Да приедет Царствие Твое. Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и Сила и Слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения И поставить пред славою Своею непорочными в радости Единому, премудрому Богу, Спасителю нашему Через Иисуса Христа, Господа нашего Слава и величие, сила и власть Прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова